Добрый вечер. Гуды динь. По-русски, по-русски. Хорошо. Я попросил меня по-русски проповедовать, потому что будет переводиться на английский, и поэтому я извиняюсь перед немцами, которые не понимают прекрасного, могучего русского языка. Мы будем делать так, что у нас будут некоторые места Писания здесь высвечиваться. И мы договорились, что по-русски я буду читать, а по-английски оно будет высвечено. Пожалуйста, просто читайте сразу, чтобы не повторять два раза. Так мы договорились, да? Хорошо. Наша тема называется «Христианин в эпоху интернета». Если особенно молодое поколение никогда ничего не записывало, не записывало, то сейчас я вас прошу записывать. Если у вас есть такой аппарат с собой, то там есть такой нотс, или как оно называется еще. Возьмите сейчас с собой, вытащите, и записывайте. Мы будем немножко сделать вступление, а потом говорить о семи правилах. Каждое правило будет состоять из двух слов. Я очень просто сформулирую. И будет минимум два места Писания на каждое правило. А начнем мы вступление с двух мест Писания. Первое — это Галатам 5, 22, 23. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Последнее слово я хотел бы уточнить. По-русски очень точно переведено это слово «воздержание». Воздержание. Самоконтроль по-английски. Чтобы контролировать себя. И мы поговорим сегодня о самоконтроле в эпоху интернета. Второе место Писания. Титус, вторая глава, одиннадцатый, двенадцатый стих. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, плодские, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Я хочу подчеркнуть одно слово. В нынешнем веке. Может быть, легче было жить сто лет назад. Может быть, двадцать лет назад не было тех проблем, которые мы сейчас переживаем. Но благодать Божия явилась для того, чтобы научить нас, воспитать нас, как же нам целомудренно, праведно и благочестиво жить в 2015 году и отвергнув нечестие и мирские похоти. Поэтому этот семинар не против интернета. Этот семинар не против Фейсбук, Одноклассники, Контакте, как оно все называется. Это не против этого. Мы не будем призывать выйти или войти куда-то. Наша задача с вами задуматься, как нам жить в это время. И для начала я расскажу немножко историю интернета. Мы живем в 2015 году и примерно двадцать лет назад, прежде чем пойдем дальше, те, которые родились до 1994 года. Поднимите руку, кто родился до этого времени. Те, которые родились до этого времени. До этого. Люди постарше немножко. Их называют джигитал иммигранты. Иммигранты, которые родились без интернета. Без компьютеров. Мы выросли, у нас ничего этого не было. Те, которые родились после 1994 года. Их называют джигитал нейтив. Коренные жители. Которые родились с интернетом. Моя жена рассказывает такую историю. Она была у кого-то в гостях. Маленькая девочка сидела на подоконнике возле окна. И там на дереве была какая-то птичка. И она хотела эту птичку лучше увидеть. И так пальчик она взяла и у окна вот так вот делает. понимаете, да, что увеличивает. Понимаете, да, Птичка сидит на дереве. Ну, ребенок вырос в эпоху айпедов. Да. И она уже перепутала, где еще реальный мир, а где виртуальный мир. Поэтому нам надо с нами поговорить тем, которые родились до интернета. и во времена интернета. И так до 90-х годов были эксперименты с персональным компьютером и интернетом. Интернета еще не было. Первая страничка интернета вышла в 91-м году. В 92-м году вышел первый сотовый компьютер такой, сотовый телефон. Спустя 4 года вышел в Windows 95-й. И с этим можно было управлять компьютером без всяких знаний информатики и так далее. Google вышел в 98-м году. И в 2000-м году 15 лет назад вышла первая революция в интернете. Интернет стал намного быстрее. Если раньше чтобы нужно было что-то посмотреть, можно было выпить чашечку кофе и выходили глаза еще одну чашечку кофе. И уже нос было видно. Все было так долго и длинно. 15 лет назад интернет стал очень быстрым. Через год вышла Википедия. Через три года вышла Web 2.0. Что изменилось? Это вторая революция в интернете. Когда люди смогли не только читать что там написано но и сами писать туда открыли свои блоги социальные сети и тогда началось движение вот этих вот Фейсбук и все социальные сети. Потому что люди без знания всяких информатики могли писать что-то в интернете. Пару лет после вышел Твиттер может быть для старшего поколения незнакомое что-то такое и последняя революция в интернете это было в 2008 году вышел первый айфон до этого еще не было таких вот смартфонов и здесь была революция что в любом месте где бы ты ни находился ты можешь войти в интернет ты уже не привязан к компьютеру в любом месте через два года вышел айпэд и сейчас мы поговорим вот посмотрим сперва на эту фотографию верхняя фотография 2005 год восемь лет спустя то же самое место это Ватикан когда руководили одного Папу Римского и второго скажите в чем разница восемь лет прошло в чем разница что внизу есть у каждого в руках это согласны вы да восемь лет прошло всего одно и то же место мы живем в очень быстро изменяющееся время теперь вопрос у кого есть такой аппарат поднимите пожалуйста руки я хочу просто шею лучше спросить у кого нету я понял хорошо теперь если у вас есть я хочу задуматься о чем что же он заменил старшие люди вы помните такой аппарат нет вот помните да играли музыку кассеты клеили перематывали и так далее этого уже ничего не надо следующее фотоаппарат камера следующее игра игры потом навигащи считать можно калькулятор читать можно какие-то книги газеты или новости читать с ним можно даже телефонировать с ним можно как фонарик его можно использовать как записную книжку его можно использовать как компьютер и самое главное если когда-то еще 10 лет 15 лет назад в наших церквях боролись против телевизора телевизор нельзя и так далее и тому подобное то один брат старшего возраста сказал когда-то у меня телевизора не было нет и не будет и его брат один спрашивает это хорошо но у детей твоих есть компьютер слышали ли вы такое выражение для школы для школы для школы купил каждому в комнату но телевизора нет опоздал поэтому этот аппарат заменил сегодня телевизор в каждом кармане может быть этот телевизор если там ограниченное в телевизоре было число программ то здесь неограниченное число программ и мы об этом с вами поговорим еще зададим себе следующий вопрос кто из вас знает такое название Silicon Valley знаете да о чем идет речь что это такое что это что это что это место по-немецки можно сказать или еще you can say German ok чтобы не тянуть это долина возле Сан-Франциско где находятся все крупные компьютерные фирмы where all the major компьютер businesses are located в прошлом году я приехал туда я был в фейсбуке я был в фейсбуке я был в фейсбуке в yahoo в google в apple в stanford university я прошел все эти фирмы проехал за один день и мои друзья которые живут там уже долгое время они говорят 20 лет назад здесь было пустырь здесь ничего не было сегодня города целые google street целая улица google кампус на кампусе только для google сегодня наша задача спросить задать себе вопрос куда развивается интернет я хочу показать 8 тенденций чтобы мы знали куда еще будет двигаться интернет первое это постперсональ компьютеры когда вот этих компьютеров которые мы помним уже не будет понял да у кого еще дома есть такой вот как там стоит такой большой экран такой большой ящик есть у кого-то дома такой да такой же динозавр такой шестого века помните о чем идет речь да в будущем этого ничего не будет следующее это интернет в машине когда мы приехали в Германию еще 25 лет назад мы рады были если бы электрические окна поднимались это уже было что-то сегодня практически нет машин самые может быть дешевые которые бы не имели соединения с интернетом в будущем будут еще больше всякая малейшая деталь будет соединена с интернетом номер три клауд компьютинг когда все наши данные будут храниться не на жестких дисках а будут храниться где-то в клауд в облаке где-то в другом Amazon Microsoft Google Storehouse четвертое цетабайт эра эпоха это что такое да цетабайт представьте себе единицу и добавьте 21 ноль столько информации будет в следующем году проходить через интернет единица и 21 ноль дорисовать человеческому уму невозможно представить следующее через два года на каждого жителя земли будет семь аппаратов с которыми можно будет войти в интернет семь миллиардов людей пятьдесят миллиардов аппаратов смартфонов смартфонов ноутбук айпад разницы нет какие один к семи вы запретите это дома они пойдут школу они пойдут в школу и невозможно будет от этого просто уйти следующее интернет будет еще быстрее следующий интернет будет еще мобильнее задача компьютерных фирм интернет фирм чтобы каждый квадратный сантиметр земли был под покрытием интернета чтобы не было никакой горы и никакой долины где бы невозможно было связаться с интернетом и последнее это IOT интернет of things это значит что в каждом доме все будет связано с интернетом холодильник будет говорить что нам нужно купить зубная щетка будет говорить что нам надо зубы почистить и так далее и тому подобное все будет связано с интернетом все что вы видите здесь это не будущее более половины этого это реальность и мы должны знать куда мы идем куда развивается интернет если вы сейчас увидите этот шар видите этот шар это проект Google который называется Google Loon идея следующая поднимается этот шар над каком-то месте где нет интернета внутри в нем все наполнено девайсами которые интернет распространяет без всяких кабелей такой район как от Вернона до Келоны за один час находится под полным покрытием интернета оно звучит как будто это фантастика два года назад 13 таких шаров уже поднялись в Новой Зеландии это реальный проект который идет Facebook имеет проект который называется Акила Акила это по-латински Орел я читаю цитирую Марка Цукерберга шефа Facebook мы рассматриваем возможности которые нам дают дроны и спутники чтобы подключить к интернету миллиард людей живущих вне доступа существующих беспроводных сетей такая дрона поднимается и там где нету интернета без всяких кабелей мгновенно все находятся под интернетом это реальный проект который уже сейчас в 18 странах идет и так что же нам делать реагировать или игнорировать одна стратегия это вот такая как страус голову в песок нас это не касается другая стратегия это просто пересидеть по-русски называется авось пронесет вдруг вот Вернон это не коснется ну Германию коснется ну Америку коснется но нас не коснется как вы думаете коснется вас или нет коснется или нет сто процентов наша задача спросить что же нам делать Христос сказал не молю чтобы ты взял их из мира но чтобы сохранил их от зла не забрал из мира но в этом мире где мы живем сохранил от зла если мы сравним мир и церковь то Бог нас вывел из этого мира и поселил нас в церковь Иисуса Христа но наша задача не просто прятаться за стенами церкви а идти в этот мир как свет этого мира и нести свет Иисуса Христа вы со мной согласны? не прятаться от мира но в этом злом мире быть светом жить по-другому это наша задача семь правил Итак если кто-то пишет правило номер один будь хозяином времени не позволяй интернету воровать твое время компьютерные игры интернет фейсбук и ютуб являются крупнейшими пожирателями времени всех ребенок компьютер интернет фейсбук ютуб они 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 лучшие деборки времени никогда еще за историю человечества человек так тупо не тратил свое время часы за часами или это игры или это фильмы или это просто фейсбук где ты что-то смотришь или просто интернет наша задача посмотреть как нам к этому относиться и так будь хозяином твоего времени не чтобы интернет контролировал твое время а чтобы ты контролировал свое время по-немецки называется SSS называется Sinnlos Surf Syndrome вещь по-русски да бессмысленный Surf Syndrome Итак когда мы заходим в интернет и читаем какую-то страничку там часто бывает что какие-то слова так синим выделены они называются HIPPALINK если вы нажмете на них то он ведет вас на другую страничку а там еще HIPPALINK а он ведет вас на еще другую страничку и все же так интересно ну и все так важно и когда ты спросишь сколько ты сидел за компьютером 10 минут точно 10 минут спросите у своих детей может быть дети у родителей очень часто просто бессмысленно с одной странички на другую мы тратим свое время если мы посмотрим сколько живет человек за 80 лет его жизни 30 лет уходит на телевизор радио интернет или же какие-то медиа DVD CD 30 лет человеческой жизни еще 20 лет назад это было всего 8 лет сегодня 30 лет человеческой жизни уходит на то чтобы консумировать вот это вот все я вам покажу сейчас график использование онлайн сколько человек находится онлайн в день в Германии начиная с 2006 года было 99 минут в день и потом выше и выше в 2010 году было уже 138 минут в день я специально закончил в 2010 году чтобы задать вам вопрос как вы думаете этот график пошел вверх или вниз вверх или вниз согласны вы да это было 138 минут 2 с половиной часа каждый день и оно идет только вверх все больше и больше времени человек проводит онлайн это значит 2 с половиной часа в его жизни он вживую ни с кем не общается не читает книгу ничего не делает он только сидит со смартфоном или же с компьютером каждый день каждый день воскресенье включительно пыль на вашей библии отразится грязью в вашей жизни если вы находите время для интернета 2 или 3 часа каждый день и не находите время чтобы почитать библию чтобы помолиться богу не просто перед едой не просто перед кроватью чтобы пойти спать а действительно серьезное молитвенное время взять если вы этого не делаете это обязательно отразится грязью в вашей жизни если у вас есть время для интернета и нету времени для библии это грех вы со мной согласны два человека согласны вы со мной согласны аминь пыль на вашей библии отразится грязью вашей жизни храни нас от этого бог чтобы мы больше времени отдавали интернету чем общению с богом два места писания первое научи нас так числя дни наши чтобы нам приобрести сердце мудрое вы будете читать чтобы нам не повторяться нормально будет так все здесь окей хорошо итак Моисей молится что как важно считать вычислять каждый день нашей жизни каждый час нашей жизни каждую минуту нашей жизни и апостол Павел говорит дорожите временем потому что дни лукавы дорожите временем каждую каждую минуту твоей жизни наша задача не говорить все уйдите выйдите с интернета наша задача не сказать все закройте социальные сети но если ты этим пользуешься дорожи временем будь хозяином своего времени не чтобы интернет контролировал тебя а чтобы ты контролировал интернет правило номер два будь осторожен не позволяй интернету приводить тебя взаимоотношения с неправильными людьми в Германии наше правительство сделало такую страничку click save dot de thanks brother бог тебя благословит thank you brother god bless you и там есть такие маленькие фильмы на русском английском немецком турецком на различных языках которые предупреждают об опасности в интернете это не христиане это государство предупреждает и там есть один такой маленький фильм называется он по-немецки wo ist klaus где klaus и там такая история к одной такой маме вот сейчас посмотрите такая мамочка вот как в углу такая наивная мама приходят сперва вот такие вот бредоголовые кто в Германии жил понимает о чем идет речь skinheads да такие криминальные приходят и говорят wo ist klaus and they say voice klaus voice klaus voice klaus а мама говорит туда проходите наверх and mom says go up there there is klaus потом заходят такие вот вы видите с этой стороны такой который все стреляет разбивает как в компьютерных играх just like him in computer games voice klaus and he saying voice klaus and he says klaus up there go to him and then there are easy women come and says where is klaus please there is go upstairs he's right there and there is a man knocking on the door pleasant when you look at him where is your daughter can I take her for a stroll can I take her for a stroll can I take her for a stroll so naiv says of course take my daughter take my son and they take my daughter take my son and there are two minutes of that movie and then they say that the internet united the wrong people criminal criminals prostitution hookers banditism bandits and pedophiles that abuse children and there is a phrase at the end in real life you will protect your children do it in the internet as well никто in real life nobody would allow that a pedophil would take your daughter and take her out of your house that hookers would come and take a boy from the house but what are our children do in the internet who do they talk to what kind of friendship we have there be careful it's not a christian paper 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 a few years back wrote on the first page this people are getting divorced more and more because of facebook more and more all the time facebook is dividing not christian families this is a worldly newspaper another paper a Russian paper comesomol truth wrote this rushit semia and this this site одноклассники russia which is reunion or class reunion russia breaks families и и и breaks families breaks families если кто-то по-русски разбирается то он знает что среди русских это самый популярный сайт это русский facebook и разницы нету какая социальная сеть и фейсбук одноклассники одноклассники как оно только не называется мирские люди кричат сегодня об опасности которая там существует и как вы думаете это опасность только в мире или в христианстве может такое в христианстве быть может мне не хватит двух рук десяти пальцев чтобы перечислить христианские семьи которые разрушены по причине фейсбука и одноклассников когда кто-то вспомнил свою там одноклассницу с первого класса с третьего класса пошли вместе кофе попили вместе встретились поболтали и почти никогда это этим не заканчивается это очень реальная проблема с кем ты там общаешься кто твои друзья какие сообщества сопровождают тебя он хорошо переводит я даже не знаю хорошо спасибо что делать первое осторожность при выборе контактов держаться подальше от незнакомых людей и последнее не играй с огнем самсон и долида это классический библейский пример когда помазанник божий играл с огнем я здесь выдержу что там эта женщина я же такой благословен и закончилась его жизнь тем что он с выколотыми глазами работал на врагов очень многие люди моего возраста говорят я нахожу одноклассников чтобы засвидетельствовать о Христе чтобы евангелизировать и когда нашел он их я спрашиваю примерно через полгода ну и как он говорит в начале я говорил о Христе но не получался разговор а сейчас мы просто так вот общаемся дети семья фамилия работа евангелизация через фейсбук одноклассники или еще что-то практически нулевая последствия негативные очень большие не играйте пожалуйста с огнем что же нам говорит Библия два местописания первое не обманывайтесь худые сообщества развращают добрые нравы слово развращают правильно переведено руинирует когда родители учат вас хорошему с кафедры говорится о хороших нравах на молодежном служении говорится о добром а вы общаетесь в интернете с плохими людьми получаете плохую информацию то ваши добрые нравы будут руинированы развращенные и пожалуйста не обманывайтесь не говорите что я сильный что я выдержу я лучше чем кто-то другой не обманывайтесь кто имеет сообщество с худыми людьми станет худым человеком это к сожалению наша практика второе место писания Якова 4.4 не знаете ли что дружба с миром есть вражда против Бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом Богу вражда против Бога кто твой друг с кем ты там общаешься мы не хотим здесь создавать какую-то нагнетающую обстановку мы хотим чтобы мы все задумались когда я в нашей церкви проводил этот семинар на воскресном собрании ко мне подошли люди моего возраста и они мне говорят мы останавливаем своих детей а кто будет нас останавливать кто будет нас останавливать наша задача сегодня задуматься как мы можем иметь воздержание в эпоху интернета каждый из нас лично правило номер три вы еще меня слушаете слушать два человека номер три будь чист не позволяй интернету быть дверью в порнографию будь чист вы видите эти книги на немецком языке кроме одной все они говорят о опасности порнографии в интернете одна даже называется generation porno что мы сегодня вырастаем в такую эпоху когда люди окованы этой проблемой четыре книги которые обведенные это написаны христианами одна из них написала мой профессор оковах соблазна one of them was written by my professor johannes raimard in bound by соблазн соблазн no разницы нет соблазн well temptation хорошо bound by temptation fine читаем внизу интернет порнография зависимость и пути освобождения я хочу чтобы если кто-то имеет проблемы с этим дома вы знали что есть помощь христианские методы как с этим обходиться эта книга есть у Анатолия поэтому обращайтесь к нему он будет у вас специалист по этим делам итак размеры распространения этой заразы порнографии вы видите здесь цетабайт единица и 21 ноль 30% этого все что проходит через интернет это порнография 30% 6 миллиардов веб-сайт сегодня 2 миллиарда порнографии это очень очень много 140 миллиардов американских долларов зарабатывают люди на интернет порнографии 4 миллиона женщин и детей которые называются секс-рабынями которые где-то взяли и обманули в Украине в Молдавии в России вывезли в западные страны и сбивают садят на наркотики и заставляют их заниматься этой грязью 4 миллиона это такая цифра о которой мы примерно думаем может быть это больше эти женщины которые в интернете там занимаются этим делом большая часть из них это те которые избивают садят на наркотики никто практически никто из них не делает это по свободной волне если кто-то здесь смотрит эту грязь то он помогает издеваться над этими людьми дети и женщины поэтому мы должны знать откуда это все идет 66% всех разводов в Америке по причине порнографии 70% молодых молодых мужчин от 12 до 18 лет каждый месяц смотрят интернет порнографии люди неверующие говорят что это зараза 21 века это чума это эпидемия никогда еще не было так легко взять или иметь порнографию как сейчас любой аппарат сделайте два три каких-то клика и вы можете видеть всю эту грязь в любом месте мира и в конце концов никто не сможет нас проконтролировать ни папа ни мама чем мы там занимаемся и только ответственности каждого из вас лично лежит то что будете вы этим пользоваться или нет если мы посмотрим кто пользуется порнографией то ситуация выглядит так что 72% мужчины 28% женщин кроме этого следующая проблема которая сопровождает это я как гость буду говорить здесь очень открыто эта проблема называется по-русски мастурбация самоудовлетворение анонизм или рукоблудие это одно и то же все четыре мысли к этому первое в мире это абсолютно нормально никакая мирская книга нигде не осудит это в христианстве это очень часто табу про это не говорят это неудобно это стыдно следующее две вещи которые вы должны знать это относится и к мужчинам и женщинам и к мальчикам и к девочкам и последнее очень многие думают о том что если они женятся оно автоматически уйдет оно не исцеляется автоматически в браке я хочу сказать здесь очень открыто к вам если кто-то имеет проблему с этим решайте эту проблему как можно быстрее молодое поколение вы разрушите свою будущую семью если вы с этим не разберетесь добраться если вы не обращайтесь эту проблему раньше написал эту книгу она называется маструбация самоудовлетворение или обман это единственная книга в христианстве нет на английском на немецком такой аналога которая занимается только этой проблематикой если у кого-то эта проблема есть это проблема не только молодых людей я хочу сказать есть пути освобождения от этого аминь и вы обязаны это делать вы практически не найдете сегодня даже уже в христианских книгах которые осуждают это особенно в американских ну это каждого личного дела и так далее и так далее освобождайтесь от этого два места писания библия и порнография первое титул вторая глава шестой стих юношеских похотей юношей увещевай быть целомудренными целомудренными и вот это английское слово точнее передает юношей увещевай чтобы они имели самоконтроль над собой чтобы они учились быть воздержанными чтобы они учились быть воздержанными чтобы если рука будет тянуться посмотреть какую-то страничку они могли себя от этого воздержать вы помните что 72% кто пользуется порнографией это мужчины поэтому обращаюсь сегодня в первую очередь к мужчинам воздержание книга Иова это будет 31 глава 1 стих завет положил я с глазами моими чтобы не помышлять или не смотреть с вожделением не о девице Иов сказал с моими глазами я заключил договор если они захотят посмотреть на девицу с вожделением на женщину с вожделением я заключил с ними договор что я этого делать не буду мои дорогие особенно молодое поколение заключите с собой завет с Богом и с вашими глазами и скажите что всегда когда моя рука будет тянуться чтобы набрать какую-то страничку чтобы посмотреть где-то что-то которое касается этого я этого делать не буду я этого делать не буду и для того чтобы мы здесь не просто теоретически это сказали я приглашаю вас сейчас помолиться об этом Богу эта проблема это чума 21 века она охватывает множество христианских церквей если мы не поступим как Иов который говорит я заключил договор с моими глазами то мы будем постоянно и постоянно иметь проблему с этим а сейчас молитве мы дадим время чтобы вы поговорили с вашим Богом и если этого никогда не делали все равно скажите я не буду этого делать и прошу у тебя помощи давайте мы склонимся и помолимся Господу кто помнит о чем мы говорили правило номер один будь хозяин времени правило номер два если у вас есть нотицы вы можете посмотреть это вам нужно это для вас сделано хорошо правило номер два было будь осторожен правило номер три будь чиз спасибо окей и так мы идем дальше и посмотрим правило номер четыре будь скромен не позволяй интернету сделать себя чеславным help скромен скромен ты перевел уже скромен нет скромная одежда как мы говорим скромная одежда как мы говорим modest be modest что такое слово чеславие что такое слово чеславие это русское слово которое проходит от двух слов тщетный или напрасный и слава который ищет славу на первой страничке всегда где я есть или где я был что я купил мой дом мои вещи моя машина каждый месяц загружаются два с половиной миллиарда фотографий каждый месяц вы видите здесь эту девочку американский журнал тайм написал в прошлом году следующее он сказал о молодом поколении которое растет сегодня генерации ми 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 я я я как вы думаете что она делает как это называется селфи а потом когда она сделала селфи что она будет делать инстаграм фейсбук и как оно все называется и я не нашел немецкого правильного слова и сейчас я посмотрю как он меня переведет но в русском языке есть правильное слово на вот это показуха показуха сложная когда тебе нечего показать но ты показываешь не знаю видели ли вы это фотографии ты точно знаешь что ничего нету а он фотографируется с феррари ламборджини мотоциклы где-то еще показуха и наша задача сегодня посмотреть как на это смотрит Библия поэтому должен быть баланс если кто-то в социальных сетях с одной стороны фото нет но клянусь я красивая а с другой стороны миллионы фотографий поверьте молодые люди это никому не надо даже если вам там столько лайков поставили в конце концов никому это не нужно поэтому будьте балансированы что говорит Библия об этом от тщеславии и скромности первое 1 Тимофея 2.9 чтобы так же и жены в приличном одеянии со стыдливостью целомудрием украшали себя не плетением волос не золотом не жемчугом но не многоценную одеждой вы это сейчас прочитали и здесь конечно не говорится о Фейсбуке но очень часто создается такая ситуация что как будто люди живут в двух мирах еще лет 15 назад была такая очень распространенная игра в интернете называлась Second Life вторая жизнь у тебя было в интернете свое имя свои деньги свой дом и иногда христиане когда ты посмотришь на него в церкви но ангел только крылышки осталось приделать и улетит на небо такой правильный такой хороший и когда ты посмотришь на него в Фейсбуке это один и тот же человек и поэтому пусть хранит наш Бог чтобы мы в приличном одеянии со стыдливостью целомудрием были и в церкви были и в интернете согласны вы со мной не делить жизнь на интернетовскую жизнь и на церковную жизнь второе место Писания римлянам 13-14 попечение о плоти не превращайте в похоти нам нужно заботиться о нашем теле но нам нужно заботиться в разумных рамках и эти разумные рамки сказал один ваш американский богослов он сказал так мы должны избегать двух крайностей с одной стороны мы не должны подражать миру в последней моде с другой стороны мы не должны быть заметны из-за старой и неаккуратной одежды кто с ним согласен согласен кто-то с ним нам не нужно как христианам бегать за последней модой где что сегодня носится и продается но в то же время христианин который в грязной неаккуратной одежде позорит имя своего Господа согласны вы со мной женщине вы согласны со мной спасибо итак правило номер четыре будь скромным так после этого у нас должна была быть песня но мы ее сейчас переделали мы уже спели правило номер пять будь немногословен не позволяй интернету делать тебя сплетником все что вы сегодня найдете в интернете большая часть из этого это сплетни пересуды слухи и бессмыслица кто из вас знает вот этот вот в углу что это за значок такой кто из вас знает знает кто-то из вас не молодое поколение не знаете слышал может что-то такое ICQ это был первый мессенджер чтобы можно было общаться друг с другом израильские инженеры сделали это сегодня есть какие хочешь в Германии больше всего распространено вот это если у кого-то такой WhatsApp есть ну как же с Германией надо общаться но все это оно привлекает нас говорить много и для Бога нет разницы или мы много говорим или мы много пишем слова есть слова и моя задача сейчас сказать вам чтобы и мы здесь имели контроль над собой воздержание над своими словами Библия говорит нам о четырех опасностях первое это многословие при многословии не миновать греха Христос сказал говорю же вам что за всякое праздное слово которое скажут люди дадут они ответ в день суда ибо от слов своих оправдаешься от слов своих осудишься каждое слово вторая проблема пустословие когда мы говорим но там пусто первое Тимофея 2.16 а непотребного пустословия удаляйся первое Тимофея 5.6 там написано что некоторые люди уклонились пустословию поэтому если вы что-то пишете смотрите чтобы там был смысл а не пустота смотрите чтобы там был смысл а не пустота третье это сквернословие и пятая глава четвертый стих Ефесянам написано сквернословие пустословие смехотворство неприличный вам непристойности скверные слова грязные слова неприличный христиан и последняя опасность это злословие кто слышал такое слово есть по-английски слово моббинг по-немецки знаете моббинг когда кто-то кого-то что-то нехорошее пишет что-то нехорошее говорит среди тинейджеров в Германии провели исследование больше половины уже имели такой опыт в интернете который кто-то что-то про них писал нехорошее и так далее в Римлянам 3 главе 14 стихом написано о людях грешных написано уста их полны злословия и горечи это о грешниках написано пусть наши уста не будут злыми 4 опасности много слов пустые слова скверные слова и злые слова пусть с нами этого не будет потому что Библия говорит нам следующее все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но не все назидает не все назидает то что ты пишешь с кем-то переписываешься пусть твои слова назидают другого человека думай о том что ты напишешь полезно ли оно или не полезно не проводи свое время в тупых переписках которые никому ничего не принесут притча 12.18 иной пустослов уязвляет как мечом а язык мудрых врачует здоровье врачевание твой язык то что ты пишешь можешь причинить человеку вред или можешь причинить человеку добро и только ты решаешь что будут делать твои слова интернет и слова очень часто непроверенная и неподтвержденная информация чистая ложь в интернете говорят в русском нужно 4 кнопки привет как дела что делаешь ясно больше не надо такие глубокие разговоры ведутся там поэтому что мы должны делать с нами интернет ничего не забывает поэтому правило звучит следующим образом подумайте трижды чем написать писание серебро молчание золото три раза думайте что написать что писать что писать когда ты говоришь это серебро когда ты говоришь это серебро когда ты смс это серебро следующее что делает эта девушка за рулем как по-вашему называется текстинг правильно да по нашему как кто из вас помнит еще смс помните да или можно писать за рулем и так далее это разрешено запрещено у вас в Канаде нет запрещено есть фильм который сделала ваша американская компания AT&T и они говорят о том следующее когда человек разговаривает за рулем опасность в пять раз больше сделать аварию когда он держит смартфон и разговаривает но когда он пишет опасность двадцать три раза больше есть фильм который называется с одной секунды к другой где описано о том что же произошло с людьми когда кто-то ехал за рулем и занимался вот этим текстингом и поэтому есть компания которая сейчас не будем поэтому если вы садитесь за руль знаете что в ваших смартфонах есть такой значок нет знаете я конечно в этом очень радикальный но я предлагаю вам сделать вот так и включить вот этот значок если вы заходите в церковь сделайте этот значок в церковь когда заходишь чтобы в церковь понимаете о чем идет речь мы сделали один эксперимент мы смотрели одну большую русскую конференцию в интернете спереди сидело множество видных людей знаменитых проповедников и одному проповеднику мы написали тексты привет и мы смотрим в интернете он достает свой мобиль и пишет нам привет собрание идет и он реально говорит собрание идет я был сейчас в Украине огромная конференция спереди братья сидят больше половины сидят и пишут и читают это катастрофа когда вы зашли в церковь поняли о чем идет речь выключайте это за рулем и в церкви за машиной выдержите два правила еще выдержите будь настоящим не позволяй социальным сетям заменить настоящего общения вы видите здесь четыре книги на немецком языке и все они говорят хотя бы вот эта книга называется Гемайнзам Айнзам Гемайнзам вы знаете что такое по-немецки это вместе и все-таки одиноки другая книга называется потерянный между ста друзьями и они пишут это мирские книги я все их читал которые говорят о том что интернет сегодня заменяет настоящее общение и хотя люди вроде имеют столько друзей в конце концов одиночество стало еще хуже вы видите видели ли вы когда-то такую ситуацию или может быть вот такую или видели нет ну у вас конечно такого нет в Канале у вас нет ну в Европе такое или может у вас тоже есть есть да есть такое да то вот когда вот такое собирается общение супер общение когда они общаются друг с другом примерно 70 лет назад один мудрый человек видел это и сказал следующую фразу кто слышал имя Альберт Эйнштейн я боюсь что обязательно наступит день когда технологии превзойдут простое человеческое общение и мир получит поколение идиотов там там перевод написан я боюсь в этот день технология будет surpass our human interaction the world will have a generation of idiots 70 лет назад он видел это что нормальное человеческое общение будет уходить я вам так осторожно покажу поколение идиотов мама сказала играйся на улице на улице на улице он же на улице улица для смартфонов с одной стороны те кто идут смартфонами те которые без смартфонов с другой стороны должны быть вы видите здесь которые как зомби все уставились туда в Англии ввели специальные столбы обмотали их таким поролоном это реально чтобы те которые вот так постоянно идут даже если они врежутся чтобы они не требовали какое-то там возмещение это в Лондоне конечно у вас такого нету да вы такое не делаете конечно посмотрите на этих молодых людей они обнялись прижались друг к другу чтобы что сделать чтобы посмотреть там кто-то лайкнул или не лайкнул написал что-то я спрашиваю или мы не живем сегодня поколение идиотов когда мы забыли настоящее общение друг с другом понятие друга когда-то было чем-то особым но сегодня в интернете тот человек которого ты может быть даже мало знаешь он становится твоим другом и поэтому мы должны задуматься с вами что же такое настоящий друг что же нам нужно делать в этой ситуации поддерживать настоящую дружбу в реальном мире и когда вы собираетесь с друзьями молодые люди заходите на молодежное собираетесь просто где-то группа пару человек как вы думаете что я сейчас сделаю что я должен сделать что я должен сделать что я должен сделать чтобы никто вам не писал чтобы никто вы не читали чтобы вы общались друг с другом следующее лучше один настоящий друг чем сто фальшивых фейсбук вы согласны со мной настоящие друзья в настоящем мире в реальном мире это нам нужно поддерживать библия говорит следующее притча 18-24 кто хочет иметь друзей тот и сам должен быть дружелюбным бывает друг более привязанный нежели брат должен быть дружелюбным и здесь я обращаюсь к родителям дорогие родители сделайте все возможное чтобы ваши дети общались друг с другом в реальной жизни если они еще тинейджеры у них нет прав на автомобиль отвезите их сделайте чтобы они в реальной жизни реально общались следующее местописание притчи 27-6 искренне укоризны от любящего друга и лживы поцелуи ненавидящего другой смысл да немножко смысл в чем я спрашиваю каждого сидящего здесь если у тебя настоящие друзья некоторые просто лайкнут тебя после твоей фотографии напишут хорошие комментарии а которые придут к тебе и скажут что твоя жизнь неправильно идет искренне укоризны от любящего друга и говорят тебе правду и таких друзей мы должны иметь вы видите здесь девушку которая смотрит уставилась в этот ноутбук и там на русском написано следующее в интернете ищут общение те кому в жизни не хватает тепла и внимания окружающих почему за 10 лет полтора миллиарда людей зашли в фейсбук очень многим из них не хватает настоящих друзей и здесь вы как церковь Иисуса Христа можете сделать другой акцент можете показать этому миру показать этому миру спасибо что у нас есть настоящее общение что когда мы сходимся мы не уставились в этот аппарат а мы общаемся друг с другом множеству людей не хватает тепла множество людей одиноки и вы можете этим людям помочь последнее правило будь свободен не позволяй интернету сделать тебя зависимым рабом интернета на немецком языке здесь есть так называемые симптомы зависимости в интернете 37% на первом месте это когда у человека забрали интернет у него началась депрессия жизнь потеряла смысл что делать интернета нет что делать что я должен заниматься теперь папа когда включат когда мы опять будем подсоединены начинается настоящая ломка как у наркоманов когда люди зависимы от интернета и когда они прошли эту ломку может один или два или три дня то они выходят на улицу и смотрят там что яблоки это не только надкусанные яблоки вы поняли о чем идет речь надкусанные как apple а они разного цвета имеют и что небо это облака это не только cloud они различного цвета и они видят жизнь не через экран компьютера или айпера а через настоящие глаза настоящую жизнь потому ты должен проверить себя если ты не можешь несколько дней выдержать без интернета у тебя реальные проблемы я говорю еще раз у тебя реальные проблемы и тебе нужна помощь чтобы от этого освободиться раньше рисовали так интернет зависимость человек который стоит перед ноутбуком сегодня выглядит так привязанный к смартфону есть очень многие исследования которые говорят что 80% людей которые были опрошены которые были опрошены как сказать опрос был не уходят от своего аппарата дальше чем на 10 метров они спят с ним они на работе с ним они в машине с ним дальше чем на 10 метров это уже опасная зона а вдруг что-то я пропущу что-то важное и самое лучшее было бы если бы вот так вот привязать вот как вот здесь в этом и многие не имеют этих настоящих цепей но нормально виртуально они уже давно привязаны к этому что говорит нам Библия первое Коринфянам 6 12 все мне позволительно но ничто не должно обладать мною я перевожу это в интернет к интернету к нашему семинару интернет и фейсбук позволительны но они не должны обладать мною и так мы заканчиваем напоследок будь недоступен сделай закрой на ключ выруби фейсбук выруби интернет научись жить жизнью когда ты недоступен поститься от интернета это это сегодня очень важно научиться и последнее вы видите здесь и место писания написано и они ученики тотчас оставившись сети последовали за ним это могут понять только кто понимает русский язык потому что социальные сети это тоже сети а они оставили тогда настоящие сети которым они ловили рыбу оставившись сети последовали за Иисусом первое будь хозяином времени второе будь осторожен с кем ты общаешься третье будь чистым четвертое будь скромным пятое будь немногословен шестое будь настоящим седьмое будь свободен и последнее не будь последователем Фейсбука. Не будь последователем Гугл. Будь последователем Иисуса Христа. Пусть Он ведет твои мысли. Пусть Он ведет твои направления. Пусть Он управляет твоей жизнью. Мы говорили о многом. И я хочу сейчас помолиться вместе с вами. Чтобы Бог помог нам это все выполнить. Склонимся к нашим ногам. Пусть он управляет твои. Имплейший Ватер, для тебя мы стоим, как твои дети, различные генерации, различные глянки. И мы блядем тебя о гнаде. Отец Небесный, мы стоим перед тобой и просим тебя о милости. Господи, мы живем в особое время, когда меняется очень сильно любая информация и технология. И мы просим у тебя милости, как нам жить в это время христианами, Отец Небесный. Как нам не замораться в это время, как нам, пользуясь этим, не стать зависимы от этим, Господи. Чтобы не управлял интернет нашей жизнью, а чтобы ты стоял в центре нашей жизни. Мы молим тебя, во имя Иисуса Христа, твои способности, жить жизнью воздержание. Химмельский Патер, о разбитых семьях, о разбитых, Господь, каких-то сообществах, о каких-то грехах, которые произошли через интернет. Сохрани, оберегай и благословляй нас во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.